Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Сегодня с вами Доброго Ольга. И наша беседа сегодня пойдет про всем известную, любимую и капризную петунию. Трудности какие? То, что семена очень мелкие. В зависимости от сорта или принадлежности группе. Если это крупноцветковая петуния, то в одном грамме может быть 4-5 тысяч семян. А если это какая-то мелкоцветковая петуния, то там уже порядка 8-10 тысяч семян в одном грамме. Поэтому, если семена не в колбочке продаются, где 5-7 семян, а продаются, там у нас написан с обратной стороны, вес, если вам не важно популярность этого сорта или группы, то обращайте внимание на вес. Если это 0-0-1 грамма, это будет очень и очень много семян для вашего подсобного хозяйства. Ну, давайте попробуем сеять. Давайте попробуем сеять петунию, которая собственного сбора. После того, как мы пролили водой, мы проливаем, немножко дезинфицируем, еще увлажняем. Семена петунии очень мелкие и прорастают на свету, поэтому мы их сеем, делаем поверхностный посев. Мы их даже вот сейчас и не видим, что там сеется. Если бы не мусор, то мы бы и не понимали, что происходит. Но семена, поверьте, там и есть, потому что они, как звучало количество в граммах, очень мелкие. А теперь давайте посмотрим, как выглядят суперсемена, которые у нас заключены в такую колбочку. Их сеять, конечно, приятно, если бы их еще было побольше. И вот они, где вы там, 7 штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ошиблись они, положили на одно больше. Ура! Мы их распределили равномерно, чтобы они не приблизились к друг другу. Ну, тут их мало, им не грозит потом выпривание. Но на стадии прорастания, если загущенные посевы, то может происходить выпривание. Там уже может присоединиться черная ножка. Поэтому, как появятся всходы, следите за влажностью вашего субстрата, за проветриванием. Мы не присыпаем сверху. Мы можем вот так вот слегка их вдавить. Обычно посевы петуний проводятся, можно начинать сеять уже и с февраля месяца. Особенно то, что касается петуний ампельных. Для того, чтобы успеть сформировать к сезону красивый кустик, то можно начинать посевы и с начала февраля. Но, наверное, в начале февраля потребуется подсветка. Поэтому середина февраля будет уже более-менее подходящим сроком. А так петунию сеют от начала марта и где-то до 20 числа, через чисел марта. Потому что петуния, всходы у нее появляются в течение 6-12 дней. И затем цветение наступает через 60-90, смотря какие сорта. Сверху мы не присыпаем, повторяюсь. Прикрываем пленочкой или стеклышком и ежедневно проветриваем. Смотрим, как они будут у нас прорастать. Давайте эти тоже немножко туда вдавим, чтобы корешки лучше фиксировались потом в грунте. А то вдруг какое препятствие, и могут начать выпирать. Когда вы эти движения делаете, потом проверьте пильную сторону. Потому что семена могут налипать на перчатки или на ладонь. Посеяли, прикрыли и будем ждать. Если это февраль месяц, даже начало марта, возможно, у кого-то за окошком еще вполне себе зима бушует. И вы найдете какой-нибудь кусочек снега, какую-то емкость набираете. Тогда вы наполняете сверху сантиметровый слой снега. И начинаете, его немножко уплотняете. И высеваете по снегу. Это вам поможет равномерно распределить семена, чтобы они не были загущены. Они очень заметны, хотя и мелкие на белом фоне. Снег будет таять, он будет втягивать ее немножко в почву. Они там плотненько засядут. Произойдет хорошее увлажнение с запасом наперед. И тогда будет все хорошо с нашими посевами. Питуния, она замечательно размножается семенами. Не следует думать, что она какая-то вот такая капризная красавица. Главное, чтобы посевы были произведены поверхностно, чтобы они не были загущены. И затем вовремя распикировать. Даже если вы видите, что наступила такая ситуация, начинают подведать, валиться, проливаем, дезинфицируем каким-нибудь препаратом и приступаем к пикировке. Даже если не появилась первая пара настоящих листочков. И если все хорошо, ждем появления первой пары настоящих листочков и пикируем либо по самостоятельным горшочкам, либо в какие-то емкости на расстоянии 5 см друг от друга, как в ряду, так и в междурядях. И ждем, когда она дальше у нас заколосится. Ну и в зависимости от личных условий, от наличия места на наших подоконниках, либо балконах, мы ее как-то рассаживаем, как-то приспосабливаем, чтобы она дошла в хорошем состоянии до грунта. В открытый грунт мы ее будем высаживать, конечно же, когда минует угроза весенних заморозков. У каждой местности это своя дата, потому что даже несмотря на закалку, в этот период петуния очень подвержена ночным заморозкам. Петуния любит, конечно, солнечное место, подкорбки. Если вы сажаете ее в грунт, почва должна быть проницаемая, как вода, так и воздухопроницаемая. Петуния ни в каком сроке выращивания не терпит застоя воды. И кислотность почвы, субстрата, где бы вы ее не выращивали, должна колебаться на уровне нейтральной, то есть около 6. 5,7, 6,1, не больше и не меньше, потому что кислая почва будет угнетать, точно как и щелочная. Иногда мы можем по каким-то признакам визуально определить, что наша почва на участке кислая, какие-то растения, но это уже отдельная история. Поэтому выращивайте петунию у себя, не бойтесь. Иногда даже бывает, я замечала такое, что петуния, хотя и теплолюбивая, далекая Бразилия, но в каких-то укромных уголочках она насевалась, перезимовывала. Это, конечно, не как правило, это как приятное исключение. И после перезимовки семена всходили в какой-то расщелинке либо под кустиком, и потом оттуда можно было взять. Это говорит о высокой приспосабливаемости петунии. И в течение сезона, в принципе, с ней проблем быть у вас не должно. Удачи вам, процветания вам и вашему дому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова